Вечер добрый. На радио Финам-ФМ программа «Вот такая история». Это программа для тех, кто неравнодушен к истории нашего Отечества. В студии автор и ведущий программы Михаил Быков, а в гостях у нас сегодня депутат Государственной Думы, кандидат исторических наук Руслан Гуляев. Добрый вечер. Добрый вечер. В этот чудный предновогодний вечер хотелось бы поговорить о такой теме, как календари. И, само собой, о той путанной истории, которая заставляет нас или предлагает нам праздновать в России Новый год два раза в год. Это для тех, кто чувствуется человеком ленивым. А для тех, кто не ленивый, праздновать можно гораздо чаще, гораздо больше. Кстати, Руслан, сколько раз в России можно было бы праздновать Новый год? Вот так, навскидку. Ну, навскидку минимум четыре раза. Вот, помимо 13 января, еще можно 1 сентября, как известно, в нашей стране с 1492 по 1700 год. Новый год у нас 1 сентября, а до 15 века с 1 марта. Поэтому, как вы говорите, а вообще можно каждый день, в принципе. Ну, это да, от настроения зависит и обстоятельства. Уверен, многие из вас сегодня, дорогие друзья, откроют шампанское и поднимут тосты за Новый год. Уместно поинтересоваться у вас, какой именно праздник вы сегодня собираетесь отмечать, с какой стати. Телефон в студии 6510-996. Звоните, пожалуйста, с удовольствием вас послушаем. А пока постараемся помочь вам и себе разобраться. Вот с этой самой проблемой, с проблемой календарей. Потому что, как это ни странно звучит применительно к праздничному событию, проблема-то существует. Прежде чем уйти в разговор о самом очевидном в календарной теме, то есть о старом стиле, новом стиле или о юлианском и григорианском календарях, о том, в чем мы более-менее ориентируемся, давайте разберемся, когда и зачем вообще появился календар у людей. Способны мы это сделать, Руслан? Да, я думаю, вполне способны. Календарь, он довольно прагматическую функцию выполнял. Это время начала сельскохозяйственных работ, время уборки урожая и время отмечания, скажем так, тех или иных религиозных событий. Потому что в те времена, когда календарь зародился, как раз религиозное сознание было, мифологическое сознание было доминирующим и определяющим многие аспекты жизни тогдашнего общества или обществ. Ну вот само слово календарь, оно латинского. Латинского — это книжка должника, календарь. Как неприятно. Да, неприятно, но это книжка должника, в которой он выплачивал в начале месяца календы римский свой долг. В начале месяца за предыдущий или за предстоящий? Вот, то есть у них всё было более-менее справедливо. Но ведь календари-то возникли раньше, чем возник Древний Рим. Я правильно понимаю? Да, конечно. Различные версии существовали, различные даты отсчёта. Ну, самый, наверное, экзотический, может быть, вспомнить, это египетский календарь, который, если мне память не изменяет, начинался и заканчивался временем восхождения Сириуса. То есть по звезде ориентировался? Ну, да. По-моему, он был связан с датой разлива Нила, и как раз вот с началом сельскохозяйственных работ этого сезона. Египет — это как бы блажитница Средиземноморья, которая поставляла зерно во всё Средиземноморье. И, кстати, что интересно, как раз юлианский календарь-то был разработан египтянином и астрономом древнеегипетским или египетским сазигеном. Ну, то есть в то время, когда уже Египет был провинцией Древнего Рима, видимо. Когда был эллинистический Египет, как раз переходный период между превращением его в римскую провинцию, в личное владение императора и ещё таким полузависимым существованием. Но вот сейчас обстоятельства так складываются, что в некоторых странах впору вспомнить о древнеегипетском календаре, связанном с разливом Нила. Такая нехорошая шутка про Австралию и Германию. Есть ли вообще народы, которые в этом смысле к Старому и Новому Завету, то есть к Библии, не имеют никакого отношения? Потому что мы как-то привыкли ориентироваться в календарях в каком-то библейском пространстве. Конечно, есть масса людей, которые аврамические религии, иудаизм, христианство, ислам не исповедуют. Это огромный Китай, мы вспомним, и Индию, которая в значительной подавляющей части немусульмане, индуисты, которые используют свои варианты или использовали когда-то до того, как европейское влияние стало определяющим. По-моему, есть, может быть, не совсем календарные моменты отсчета, дат. Можно вспомнить Северную Корею, которая считает годы сначала эпохи Чучхе. Ну, их свеженький календарь. Ну, да. Ну, и здесь можно европейский пример вспомнить, ту же самую Великую Французскую революцию, где они какое-то время же вели собственный календарь и время с начала революции. Ну, да, вот эти удивительные названия. Ну, да, термидор, пререаль, терминаль и так далее. И вот интересно, мы настолько мало знаем о календарях таких древних цивилизаций, как Китай, Индия, Вавилон тот же, да? Вот это связано все с той же экспансией Европы в Средневековье по всему миру, когда мы, европейцы, навязывали всем свои представления, в том числе и о времени и о календаре. Ну, конечно, и нам в современности европоцентризм свойственен абсолютно, но это, может быть, и нормальное, в общем-то, явление, потому что мы живем в своих цивилизационных рамках, но поинтересоваться историей лета исчисления в других цивилизациях, конечно, нам ничто не мешает, тем более в современную эпоху, когда у нас есть такой мощный инструмент, как интернет. Но вот, тем не менее, интересно, я так думаю, что какой-то среднестатистический индийец или китаец способен назвать, в каком времени сейчас живет европеец, да? Да. То есть сказать, что сейчас наступил 2011 год. Или для нас, для православных, если говорить об этой части населения России, наступает. А вот мы способны, например, сказать, вот так, в лед, Какой сейчас год по мусульманскому календарю? В лед? Ну, 1390 какой-то, наверное. Ну, у вас хороший в лед. Вот, хороший. Вот, а, кстати, мусульманский, исламский календарь, он возник позже, чем и юльянский, правда, раньше, чем григорианский на тысячу примерно лет. Это с чем связано? Ну, это, наверное, может быть, тоже, я, к сожалению, не совсем точно понимаю, но, по-моему, это исход пророка Мухаммеда из Мекки в Медину или наоборот, к сожалению. Из Мекки в Медину, да, он исходил. Ну, да, вот как бы как раз год хиджры, так называемый, да, и как раз точка отсчета для летоисчисления в мусульманском мире. Ну, вот введение, скажем, мусульманского календаря, это скорее было продиктовано какими-то религиозно-политическими соображениями, чем соображениями практической жизни. Ну, конечно, здесь буквально там через сотню лет или даже меньше был создан огромный халифат, и, по сути, такой цивилизационный проект даже. Да, от Испании до Китая. Да, от Испании до Китая, который нужно было управлять, регулировать. Конечно, эта задача не очень получилась у халифов, но, тем не менее, вот это вот пространство цивилизационное, оно осталось, и как раз тот же самый год хиджры, который отсчитывался, это был, наверное, один из цементирующих, объединяющих факторов, да и сейчас, наверное. Ну, вот как быть современному мусульманину на территории Российской Федерации, да, с одной стороны, у нас официальный календарь это Григорианский, а с другой стороны, религия, а мусульмане надо дать им должное, к своей религии относятся значительно более трепетно, чем, скажем, христиане сегодняшние, вот, у него там 1390 какой-то, как вы говорите. Ну, не совсем точный мой подсчет, поэтому я могу ошибиться, но где-то порядок с этого такой. Ну, как быть, ну, в принципе, мы же православные праздники тоже, как бы берем с поправкой на эвелианский, григорианский календарь, поэтому здесь, наверное, уж впадать в такую ортодоксию жесткую не стоит. То есть в практическом смысле это особого значения не имеет? Да, ну, в современном... Кроме той прибыли, которую получают типографии за то, что печатают, скажем, в Казани два календаря, а не один, да? Ну, в современную эпоху такой вариант вполне возможен. Так, ну что ж, давайте тогда вернемся к тем календарям, которые нам ближе и понятнее. Есть такое ощущение, скорее подсознание нам диктует, что юлианский календарь — это сугубо христианское изобретение. Ну, вот, ну, как-то и по названию как-то не тянет в сторону Гая и Юлия Цезаря, а больше к христианским святым. Ну, и сам конфликт календарей, сам конфликт стилей, он связан именно с христианством, и невольно, да, проецируется... Такая мысль, что юлианский календарь — это раннее христианство, потом, значит, по каким-то там соображениям, о котором мы, конечно же, вернемся и о котором поговорим, папа Григорий решил ввести новый стиль. На самом-то деле... Ну, на самом-то деле, как я уже сказал, египетский, ну, и не совсем... Птолемейский, скажем так, астроном Сазиген, вот, предложил этот календарь, который... Давайте поясним, что Птолемей — это династия... Птолемей — это династия, как бы, которая укоренилась в Древнем Египте от диадоха одного из подвижников Александра Македонского, как раз вот полугреческий, полуегипетский, вот этот вот... — Это самая среднеземноморская культура. — Среднеземноморская культура, которая, вот, скажем так, породила нам ряд известных личностей, ну, самый известный, наверное, Клеопатр, который для массового сознания, как бы... — Никакого отношения к календарям не имеет. — Не имеет, но, как бы, эталон, наверное, красоты, хотя, вроде, по монетам она не очень красивая была. Но, если возвращаться, собственно, к календарю, то вот Гай Юлий Цезарь в 46-м году до нашей эры этот календарь сделал государственным, общеупотребительным на территории, тогда еще, ну, не Римской империи, непонятно чего, диктатуры. И после этого, скажем так, сначала он был несколько, ну, усьма удобен, точен для своего времени, и нечетные месяцы содержали по 31 дню, а четные месяцы по 30 дней, исключение февраль, в котором было три года подряд 29 дней, а в четвертый год добавлялся 30-й день. А затем при Октавиане Августе он приобрел современный вид, несколько такой нелогичный, чтобы прославить август, а к августу прибавили один день, поэтому 31 день от февраля убавили. И вот в итоге, как бы, Юлианский календарь приобрел тот вид, который он имеет и сейчас. — Я, честно говоря, так и не запомнил, что там было у Гая и Юлия Цезаря, но понял, что первоначально календарь, тот самый Юлианский, по которому сейчас существует Русская Православная Церковь, и многие из нас, параллельно с календарем официальным, он был очень толковый. — Первоначально, да, но затем в угоду в политическом соображении, вот, ну, как известно, многие римские императоры были обожественны, в том числе и Октавиан Август, вот, в честь него месяц, месяцу прибавили один день. — То есть июль был 31, август был 30. — Да. — Сентябрь — 31, октябрь — 30. — То есть была нормальная логика. — Да, но в итоге, как бы, от февраля отняли день, а потом, как бы, все это поменялось, и продолжительность всех месяцев также поменялась. Сентябрь и ноябрь стали содержать по 30 дней, октябрь-декабрь — 31 день. Ну, в итоге, пока, как бы, вот, на момент принятия, и даже с этими, как бы, нововведениями, он, в принципе, был вполне адекватен и совершенен. И через три века, в 325 году, нашей эры, уже Никейский собор церковный, был, как бы, на нем было принято решение о том, что июлянский календарь теперь будет, как бы, действовать для всего христианского мира. — А вот как это, интересно, было во времена того же «Октавиана Августа», что выходил глашатый на форум римский, да, и говорил, «Так, господа хорошие, с завтрашнего дня у нас, оказывается, не 1 сентября, а 31 августа». Как-то это заранее делалось, была какая-то механика, или это было вот так вот? Получите, что мы тут надумали. — Нет, ну, я думаю, что это было все-таки дело, прежде всего, государственное, и я думаю, что, учитывая тот момент, который касается высокоразвитости, все-таки античной римской цивилизации, я думаю, что это делалось централизованно, но насчет того, волновали ли широкие народные массы смены календарей, это вот, если честно, я не могу ответить, потому что все-таки таким же глубоким специалистом именно вот в вопросах объявления и информирования людей в то время я не являюсь. Сейчас самое время напомнить, дорогие радиослушатели, что если вы уже открываете шампанское и хотите-таки уточнить, за что вы сегодня собираетесь выпить, за какой такой старый Новый год, то звоните нам в студию по телефону 65 10 996, мы попробуем вместе с вами разобраться в этой чехарде. Ну, привет Гаю, Юлию и Цезарю, этот момент мы уже прошли, мы подобрались к Никейскому собору, 300, вы говорите? 325 год. 325 год, это император Римской империи Константин еще не успел, да, принять христианство. Нет, наоборот, уже успел. Как раз это было связано, Никейский церковный собор как раз и принял этот календарь. Опять же, календарь для чего был принят? В первую очередь для того, чтобы высчитывать Пасху, главный церковный праздник, и вот с этим как раз впоследствии, в последующие века начались проблемы, потому что календарь это астрономическая в значительной степени вещь, которая показывает как бы момент движения Солнца по небесной сфере, по эклиптике, а тогда точность измерения наблюдения была не очень высокой, и Сезиген, естественно, как бы располагая приборами того времени, не совсем, скажем так, точно рассчитал, и ежегодно юлианский календарь отставал, отстает, и будет отставать от истинного движения Земли приблизительно на 11 минут. Соответственно, примерно за 128 лет накапливается ошибка в одни сутки. Ну и, соответственно, с того момента, как он был принят, начала набегать вот эта самая ошибка. и к 16 веку эта ошибка стала, ну уже как бы серьезно расходиться с наблюдаемыми астрономическими явлениями, а Пасха у нас рассчитывается в соответствии с, если я точно помню, с весенним равнодействием и полнолунием, по-моему, первым, который следует за этим самым равнодействием, как раз начала получаться разница, которая, ну, была как бы, показывала некоторую неадекватность расчетов. То есть, если проще говорить, то вот люди вышли на улицу, сегодня Пасха, да, а солнце встало на... Совсем не там, где надо было. В общем-то, да. Но мы немножко забежали вперед, почему? Потому что вы упомянули о том, что необходимость введения юлианского календаря повсеместно в христианском мире была вызвана с необходимостью рассчитывать день пресветлого праздника Пасхи. А что мешало это каким-то образом корреспондировать с предыдущими расчетами, в частности, в иудейской трактовке? А, ну, это было связано как раз с тем, что, по-моему, тот же самый Никейский собор говорил о том, что нельзя как бы христианам праздновать воскресение Христово в один день с Идеями. То есть, иудейская Пасха не должна была совпадать с христианской. Но, по-моему, если не память не изменяет, какое-то время они шли день в день, а потом уже, как бы, по-моему, в силу тех же самых астрономических причин они постепенно разошлись. Продолжение следует...